ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Естественно, судя по гостям, мы поговорим сегодня о культуре. Первый вопрос, который хотел бы мне задать, это будет обращен к вам, Мирослав. Насколько сложная была работа по принятию закона о культуре? И какие сложности, возможно, были в работе над этим проектом? Хотел бы отметить, что сфера культуры достаточно утонченная. Поэтому с самого начала нужно было подходить аккуратно к этому процессу. Тем более, что работники культуры, они тоже очень, скажем так, чувствительны к любым, скажем, правлениям внимания в своей сфере. Тем более, в культуре очень много различных сфер. Здесь и театры, здесь и музеи, здесь и библиотеки, здесь и клубные учреждения, здесь и творческие коллективы, здесь и цирковое искусство. То есть, на самом деле, очень широкий спектр. И, конечно, непросто было урегулировать все это даже базовым первым законом о культуре. Для начала, с помощью Министерства культуры проводились круглые столы, где мы собирали представителей различных направлений культуры, консультировали с ними. То есть, в принципе, работа продолжалась достаточно долго. С июля месяца, с дня подачи, скажем так, чернового варианта этого законопроекта, и до конца декабря, буквально на последнем пленарном заседании, когда было принято решение уже во втором чтении, принят закон о культуре, вот, все это время продолжалась эта работа. Мы прислушивались к меню специалистов, конечно, профильного министерства, к меню непосредственно представителей самых различных отраслей культуры. Что хотелось бы отметить, ну, еще были такие моменты согласования с Министерством финансов. То есть, мы понимаем, что в наше время, когда идут боевые действия, с одной стороны, с другой стороны, необходимо выполнять социальные обязательства государства, то есть, бюджет, он превращает внимание к нему. Поэтому здесь, вот, когда мы работали над социальными гарантиями работников культуры, мы собирали совместные заседания с представителями Министерства культуры, финансов, комитета, ну, и были и профильные представители, и библиотеки, и музеи, и театры. Вот. И вот в такой плодотворной работе мы смогли прийти к консенсусу, смогли прийти к формулировкам, которые всех устроили, и, в принципе, позволили сохранить социальные гарантии в наших непростых условиях военного времени, и создать задел на будущее, то есть, для дальнейшего развития. Я знаю, что Министерство культуры готовило и на Совет Министров соответствующие нормативные акты, вот еще с осеннелетнего периода, и по музеям, по библиотекам были приняты нормативные документы, знаю, что готовились по клубным учреждениям, на Совет Министров выносились. То есть, и там еще целый ряд вопросов выносились, например, по билетному хозяйству. К нам были обращения в течение полгодия от Донбасс-Оперы по вопросам ведения билетного хозяйства, поэтому, вот, скажем так, возможность учреждения культуры вести их без регистратора расчетных операций, а именно по своей процедуре, разработанной непосредственно министерством, была внесена в закон, тогда еще законопроект, в закон внесена, принята, насколько я знаю, министерство сейчас разработает подзаконные акты в этом направлении. Вот, ну, в целом, в целом, плодотворно очень прошла эта работа, и самое большое открытие, это, конечно, собственно говоря, знакомство членов нашего комитета, ближе вот с отрасой культуры, с ее представителями. Я думаю, это, в принципе, пошло нам на пользу, вот, как бы, это такое, первая большая работа. Но впереди еще много, впереди еще много, чем предстоит поработать. Отлично. Ольга, хотела поинтересоваться у вас. Вот, какое ваше мнение, какие преимущества по сравнению с аналогичным украинским нормативно-правовыми актами имеют приняты, вот, в нашей республике законы? Как уже сказал Мирослав, на данный момент в сфере культуры принят основной отраслевой закон, закон о культуре. Безусловно, он имеет преимущества с аналогичным украинским законом. Прежде всего, следует отметить, что, в отличие от украинского аналога, в принципе которого заложен приоритет развития культуры украинской нации, закон Донецкой Народной Республики дает возможность развития культуры всех народов и национальностей, которые проживают на территории Донецкой Народной Республики. В нормы нашего закона добавлены социальные гарантии для работников культуры, то есть для всех работников культуры установлена доплата за выслугу лет, установлены именные премии за особые достижения в сфере культуры, в законе заложен принцип приоритета развития культуры в сельской местности, установлен мораторий на приватизацию государственных и муниципальных театров, цирков, библиотеки, других учреждений культуры, нормативно урегулирована деятельность цирков, концертных и культурно-досуговых учреждений и целый ряд других положений. В настоящее время Министерство культуры работает над разработкой и принятием подзаконных нормативных актов к нашему главному закону, закону о культуре. Отлично, то есть работа идет и не останавливается. Продолжается, да, работа продолжается. А, Мирослав, теперь к вам вопрос, как к представителю Народного совета. Сегодня на пути к принятию нам известно, что находятся отраслевые законы. Это о библиотеках в библиотечном деле, о театрах, о музеях. Расскажите о них кратко. Ну, дело в том, что вот после базового необходимо принятие профильных законов. И дело в том, что сейчас ситуация не отражает, те изменения, которые в обществе произошли, в государстве, они не отражают старую законодательную базу, старую нормативную базу. То есть необходимо ее совершенствовать, менять, и в связи с чем принимаются эти три, разрабатываются и после чего будут приняты три отраслевых закона. Собственно говоря, там регулируются все правовые, социальные нормы в сфере театрального дела, библиотечного дела, музейного дела. То есть вот, например, в законе о музеях создается перечень историко-культурного наследия, музейный фонд определяется, что такое, как хранить, как популяризировать музейное дело. То есть разграничение идет по научному коллекционированию, что такое там частная коллекция или музей тоже указано. То есть в законе в библиотеках вводится целый ряд понятий, которые ранее не были отражены ни в украинском, ни в российском законодательстве. Скажем так, работа над ними продолжается. Дело в том, что согласование действительно вещь непростая, то есть со всеми профильными министерствами, заинтересованными министерствами. Вот поэтому мы планировали, конечно, принятие вот этих трех законов на текущей сессии, то есть на летней сессии. В принципе, мы надеемся, что у нас еще в мае-июнь, что нам удастся все нюансы согласовать до окончания вот этой пленарной сессии. И на одном из очередных пленарных заседаний мы сможем пакетно проголосовать все три законопроекта. Потому что большинство заключений и замечаний поступили, большинство из них учтены. В принципе, там согласованы некоторые моменты, допустим, те, которые регулировал закон базовой о культуре, мы убрали, чтобы сильно не детализировать профильные законопроекты. Ну а то, что касается непосредственно каждой из трех отраслей, вот уже приводится в соответствие полная с нашей нормативной базой и с теми потребностями, которые сейчас существуют в республике. – Хотелось бы отдельно поговорить о проекте закона, который призван регулировать вопросы охраны культурного наследия. Чем богата наша республика, какие объекты стоит охранять? – У нас очень богатое культурное наследие. На территории Донецкой Народной Республики находится более двух тысяч объектов культурного наследия. Если точно, на учете сегодня состоит 2253 объекта. Сюда входят и памятники истории и культуры, памятники архитектуры, археологические объекты. И основная цель нового закона, над которым сегодня мы работаем, закон об охране культурного наследия, как раз и обеспечить сохранность и защиту всех объектов культуры нашей республики. Урегулировать правовые, организационные, социальные и экономические отношения в сфере охраны культурного наследия. Нормы законопроекта, над которыми мы сейчас работаем, они определят полномочия республиканских органов исполнительной власти, местных органов охраны культурного наследия, особенности осуществления права собственности и пользования памятниками, систему изучения, учета, доступа, порядок реставрации и проведения памятников. И, конечно, определяют ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия. Ну, как известно, в Украине сейчас массово уничтожаются, к сожалению, памятники советской эпохи. Это весьма неправильно. Насколько надежно в будущем закон об охране культурного наследия сможет защитить и достояние нашей республики? Ну, вот как я уже сказала, что закон об охране культурного наследия, он будет призван обеспечивать сохранность и защиту объектов культурного наследия. Отдельные нормы этого законопроекта определяют порядок проведения археологических разведок, раскопок, порядок проведения ремонтов, памятников. Но все мы понимаем, что никакие юридические нормы закона не могут в полной мере обеспечить сохранность и защиту объектов культурного наследия. В этом вопросе ключевую роль, пожалуй, играет воспитание. Воспитание патриотизма, воспитание уважительного отношения к исторической памяти, к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, воспитание гордости за свой край и вообще воспитание гражданина. Очень важно, что сегодня в противовес тому, что происходит в Украине, мы наблюдаем, насколько жители Донецкой Республики уважительно и бережно относятся ко всему нашему культурному наследию. Они добровольно участвуют в благоустройстве и восстановлении памятников. И политика руководства Донецкой Народной Республики направлена на сохранение и восстановление разрушенных объектов культурного наследия. Разработан проект восстановления легендарного мемориального комплекса «Саур-могила», который был разрушен во время боевых действий летом 2014 года. Планируется реализация первого этапа восстановления этого комплекса. Примеры могу привести оперативного восстановления памятника в Ленину в городе Донецке, который пострадал, все мы знаем, в январе этого года, и в городе Новоазовске. Я хочу сказать, что сейчас в Республике проводится очень большая работа по увековечиванию памяти исторических событий и личностей. В минувшем году установлен монумент Герою Советского Союза Василию Маргелову, установлена мемориальная доска Олегу Гришину, который погиб при защите «Саур-могилы». В преддверии празднования Дня Победы и Второй годовщины Республики в городах и селах и поселках Республики проводится очень большая работа по ремонту памятников, и в частности памятников Великой Отечественной войны, и по благоустройству их территорий. И во всех этих мероприятиях очень активно принимают участие жители Республики. Это очень важно. Что вы думаете по этому поводу, Горослав? Я только могу поддержать инициативы, которые сейчас реализуются в нашей Республике. То есть они действительно идут по правильному, скажем так, это верный вектор развития событий. Действительно, это патриотизм, который вовлекает и молодежь, и большие массы населения нашей Республики в дело, практическое дело сохранения того наследия исторического, культурного, которое у нас есть. Конечно, в этом большая заслуга Министерства культуры, которое непосредственно проводит целый цикл таких мероприятий. И действительно, что ни один наш выдающийся культурный и исторический деятель не остается в забвении, что мы сейчас открываем для себя даже многие те имена, которые при так называемой независимой Украине... Стирались из памяти. В тени, да, стирались из памяти. То есть, да, вот как родной язык нам вернулся, и мы можем нормально без всяких там лишних, скажем так, нормативных там статусов как-то регионального языка, да, пользоваться им. Тут точно так же вот и культура. Причем культура, которая, действительно, Донбасс, она многогранна, многонациональна, но в то же время есть стержень, это русская, вообще русско-классическая культура. И здесь наши театры, наши библиотеки, музеи создают вот тот большой культурный потенциал, благодаря чему наша республика имеет возможность развиваться в этом направлении. И, скажем так, становиться все более интеллектуально, духовно, культурно развитым наше общество становится. А это потенциал, в принципе, для развития нашего государства в будущем. Хотел бы отметить, что, в принципе, вот то, что сейчас на Украине происходит, декоммунизация варварская, началось еще с Майдана, когда они к Ленину разгромили. То есть, ну, мы знаем, что многие из этих памятников, как бы к ним не относились, те граждане, которые проживают на той территории, но многие из них являются произведениями искусства. В первую очередь, произведениями искусства. И отражением эпохи. Отражением эпохи. То есть, нельзя было так варварски уничтожать. То есть, при любых идеологических воззрениях. Вот, ну, просто это допустили какой-то рецидив такого средневекового варварства, которое просто непозволительно в стране, которая, тем более, претендовала на некое, скажем так, европейское культуру, европейское государство, а в то же время вот такие вещи допускались. Но дело в том, что тут еще есть несколько таких аспектов. Через отрасль культуры в свое время происходило, в том числе, и навязывание ряда таких вот националистических стереотипов. В том числе, вот, был и на нынешней Украине до сих пор сохраняется такой националистический культ голодомора. То есть, никто не отрицает того, что в 30-х годах в СССР был голод. Но то, что он был организован по этническому принципу для уничтожения украинцев, это нонсенс, потому что даже на территории, там тоже бывшего юго-востока Украины, проживали более 100 национальностей. И на самом деле, вот эта политика этноцида, якобы, советское государство проводит в отношении украинцев, она абсолютно не держит никакой критики. В то же время у руководства государства тогда стояли, скажем так, Джугашвили, ну и некоторые другие деятели, которые, в принципе, обвинять теперь в Россию в этих событиях, то, что стало правилом хорошего тона у украинских националистов, это как минимум странно. Но, тем не менее, этот культ насаждался определенное время. И я знаю, что одной из последствий такого насаждения было создание памятных камней жертвам именно Голодомора. Причем они создавались в таком приказном порядке, и в том числе это затронуло в свое время Донецкую область, хотя она была индустриальным краем, и по большей части здесь было очень мало сельского населения. И вот эти процессы голода 30-х, они в основном обошлись стороной, по крайней мере, вот в Донбасс. Но, тем не менее, этот культ насаждался, и в большинстве городов нашей республики сохранились некоторые, скажем так, памятные камни того периода. В частности, я как представитель фракции «Свободный Донбасс» в Народном Совете могу озвучить, что к нам поступило обращение от дебальцевского актива, дебальцевской организации, о том, что они не согласны с этим культом Голодомора, который насаждался. И сейчас памятник жертвам Голодомора, который остается в Дебальце, они инициируют переименование его в памяти жертв 2-го мая, то есть жертв нацистских преступлений в Одессе. И вот в связи с этим хотелось бы задать вопрос к Ольге Кузьмичной, чтобы, возможно, подсказал нам механизм, как в масштабах республики мы можем, скажем так, провести небольшую реорганизацию, вот там, где остались данные памятные камни, то есть как можно либо поменять название, либо это памятник жертв Голода 30-х, не Голодомора, потому что Голодомор – это чисто нацистический концепт, либо вообще отойти от этого, потому что это искусственно во время Ющенко было такое насаждение вот этих памятников культа соответствующего. То есть как мы теперь, это что-то, они имеют статус памятников культурного наследия определенный, то есть мы что, должны обратиться к общине или как механизмы, которым подскажите, пожалуйста, как мы можем. Ну, дело в том, что надо этот вопрос, в частности, вот в каждом конкретном случае, надо вопросы изучать. Все, что касается, конечно, вот памятников, которые стоят на учете, безусловно, есть особый механизм изменения этих памятников, вот, поэтому насколько этот памятник, который стоит в Дебальцево, имеет он статус государственного памятника, вот, но в любом случае, мне кажется, этот вопрос находится в компетенции и местной администрации, и местной общины, и, может быть, провести общественное, публичное обсуждение этого вопроса. Ну, давайте мы, наверное, от комитета официально обратимся в Министерство культуры с просьбой предоставить информацию, например, по аналогичным памятникам по территории республики. Потому что, я знаю, в Снежном, например, в прошлом году была такая инициатива, и там провели слушание и изменили это наименование, но хотелось бы знать в комплексе ситуацию. Просто в каждом конкретном случае вопрос нужно изучать и поступать правильно в рамках правового поля. Да, мы так и будем делать, значит, мы обратимся и, имея эту информацию, дальше уже будем думать, продумывать следующие шаги, потому что, конечно, наша культура, история, они взаимосвязаны и отражены вот в памятниках культурного наследия. Ну, главное, да, сохранность памятников в любом случае, независимо от того, когда они были установлены, главное, правильный контекст им преподать. Хотела бы уточнить у вас, несмотря на то, что военная ситуация несколько сглаживается, тем не менее, существуют какие-то определенные обострения, но тем не менее, людям всегда нужна отдушина, то есть это в любом случае какие-то культурные мероприятия. Насколько увеличилась посещаемость театров, возможно, каких-то музеев, библиотек, и вообще о плане мероприятий, которые вы проводите? В 2016 году в Донецкой Народной Республике богат на культурные события. 23 апреля вся мировая общественность отметила 125-летие со дня рождения выдающегося композитора нашего земляка Сергея Прокофьева. При поддержке главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко в рамках Дней Прокофьева прошел целый ряд масштабных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Это и Международный фестиваль современной музыки, в котором приняли участие и наши молодые композиторы, музыканты, и наши гости из Ростова-на-Дону. В рамках Международного фестиваля «Прокофьевская весна» состоялся целый цикл концертов с участием известной пианистки Валентины Лисицы в городах республики, во многих городах республики. Для детей симфонический оркестр Донецкой филармонии подготовил симфоническую музыкальную сказку Прокофьева «Петя и Волк», с которой успешно выступил тоже во многих городах республики. Гастроли эти концерта прошли очень успешно. Одним из ярких культурных событий стал фестиваль искусств, объявленный указом главы Донецкой народной республики. Этот фестиваль уже успешно прошел во всех городах и районах республики. Заключительный этап фестиваля – это подарок творческих коллективов. Ко дню республики состоится 11 мая на площади Ленина. В концерте примут участие более 500 исполнителей и самодеятельных творческих коллективов. Указом главы Донецкой народной республики 2016 год объявлен годом чтения. В рамках года чтения состоится целый цикл тематически разнообразных мероприятий, которые направлены на поддержку и развитие чтения. Это и акции, и молодежные, и республиканские акции. И мы планируем 6 июня провести литературно-музыкальный марафон ко дню русского языка. И будут проведены конкурсы «Лучшая библиотека года» и «Самый читающий город». Говоря о работе учреждений, культуры и говоря о посещаемости мероприятия, тенденции увеличения посещаемости, мне хочется привести некоторые цифры. По итогам работы наших учреждений культуры в 2015 году проведено свыше 21 тысячи культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 2 миллионов жителей республики. Показано 1320 спектаклей и концертных программ. Число слушателей и зрителей составило почти 440 тысяч. В музейных учреждениях организовано 147 выставок, проведено почти 3 тысячи экскурсий, обслужено 188 тысяч посетителей, в том числе 93 тысячи студентов и учащихся. Конечно, эти показатели уступают довоенным, и на это есть объективные причины. Вместе с тем мы сегодня наблюдаем повышенный интерес у жителей республики ко всем мероприятиям, которые проходят в учреждениях культуры. А учреждения культуры, в свою очередь, стараются сделать все для того, чтобы расширить круг зрительской аудитории и дать возможность всем желающим приобщиться и к искусству, и к народному творчеству. 27 апреля в Донецкой государственной академической филармонии открылся новый камерный концертный зал. Это тоже даст возможность разнообразить формы работы со зрительской аудиторией, более полно применять камерные жанры. Еще в минувшем году стартовал проект «Прекрасное в прекрасном», в рамках которого в Донецком республиканском художественном музее проходят камерные концерты с участием артистов Донецкой государственной академической филармонии. И эти концерты уже пользуются у слушателей и у зрителей большой популярностью. Можно сказать, что большим открытием стало проведение разнообразных мероприятий во внутреннем дворе здания Донецкой универсальной научной библиотеки имени Крупской. В минувшем году было много проведено мероприятий. Эти мероприятия проходят под единым названием «Библиотечный дворик приглашает». И вот в этом году «Библиотечный дворик приглашает» жителей республики 9 мая на концерт камерного оркестра «Ричард Карр» и 11 мая на концерт «Септе джаза» – это коллективы и артисты Донецкой филармонии. С декабря 2015 года в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре введена новая услуга. Руководство театра, заботясь о зрителях, предоставляет бесплатные автобусы для граждан, которые проживают в отдаленных районах. То есть после окончания спектакля зрители у входа ждут бесплатные автобусы. Это тоже способствует привлечению зрителей и расширяет круг зрительской аудитории. Я отдельно хочу остановиться и на работе библиотек. Вот здесь как раз мы можем назвать цифры, и видна вот динамика увеличения числа пользователей. В минувшем году, в сравнении с предыдущим годом, библиотечные фонды повысились более чем на 140 тысяч экземпляров. На 34 тысячи увеличилось число пользователей. И библиотеки сегодня тоже применяют и используют самые разнообразные формы работы с читателями. Это и открытие библиотечных пунктов, и выездные читальные залы, и обслуживание на дому. Сегодня в библиотеках работает 355 волонтеров книгонож, которые обеспечивают книгами ветеранов войны, труда, инвалидов, престарелых граждан, которые не имеют возможности посещать библиотеку. Безусловно, главной задачей учреждений культуры сегодня является формирование и развитие у граждан интереса к тем культурным мероприятиям, многочисленным мероприятиям, которые сегодня проходят в нашей республике. В этой связи хочу отметить положительный опыт взаимодействия Министерства культуры Донецкого республиканского учебно-методического центра культуры и искусств и отделов культуры администрации городов Макеевка, Харциск, Торес, Кировская, Старобешево, Новоазовский район. В этих районах проходят традиционно, проходят очень популярные фестивали, которые привлекают большое количество и участников, и зрителей. Назову лишь некоторые, там, Слобожанский перекресток в Торезе, Морские нивы в Новоазовском районе, Покровский разгуляй в Макеевке, В Кировском проходит очень, я считаю, важный фестиваль, фестиваль детского и молодежного творчества для людей с ограниченными возможностями «Мы молодые, мы равные» и целый ряд других мероприятий. В свою очередь, города и районы работают с общественными организациями, с образовательными учреждениями и другими заинтересованными структурами для достижения положительных результатов в реализации социально значимых проектов. Обширный план, конечно, мероприятий культурных, ничего не скажешь. Очень радостно за то, что и люди тянутся к своему культурному развитию и не теряют актуальность, несмотря на наличие интернета, все-таки библиотеки, которые, кстати, предоставляют тоже, в том числе интернет-услуги. В завершение, точнее сказать, подведение итога нашей беседы, я хотела бы, Мирослав, задать вам вопрос, исчерпываются ли этим перечнем законодательной базы, которую мы обсудили, в сфере культуры, законопроекты, или планируются еще какие-то, и что они охватывают? Конечно, вот несколькими профильными, одним базовым несколькими профильными законами перечень того, что необходимо принять в сфере культуры, не исчерпывается. То есть, вот мы сегодня только что обсудили о той работе, о рабочих группах на базе Министерства культуры, которые работают над законом об историко-культурном наследии. Но, кроме того, насколько я знаю, в следующем, наверное, по важности стоит вопрос о гастрольной деятельности, которая позволит, скажем так, легализовать эту деятельность на территории республики, ввести ее в нормативное русло. Также вот очень интересный круглый стол был у нас по вопросу развития циркового искусства буквально две недели назад. Приходили неравнодушные граждане нашей республики, непосредственно артисты цирка, которые предлагали ряд новаций в этом отношении. То есть, в принципе, это тоже проект, который нужно будет разрабатывать и принимать в соответствии с теми реалиями, которые есть в республике, конечно. Конечно. Кроме того, вот, и насколько я знаю, что очень такой существенный аспект культурной работы – это работа клубных учреждений. Они во многом вытягивают работу в массах населения, то есть непосредственно с людьми. И, конечно, насколько я знаю, на Украине не было такого законопроекта принято, закона отдельного. Не было. А он необходим. То есть, то, что сейчас разработано, соответствующая нормативная акция, это министров, которые будут отрегулировать определенные социальные гарантии данной категории работников. Это очень важный момент. Но плюс необходим профильный закон. Вот. Ну, наверное, это ключевые такие направления. Конечно, еще есть творческие союзы. Интеллектуальная собственность – это несколько более обширное явление. Но, то есть, на самом деле, сфера культуры, она безгранична. И чем больше мы, законодатели, будем работать и выстраивать нормативную базу, тем, скажем так, мы создадим больше условий для работы нашей исполнительной органовластии, непосредственно всех отраслевых учреждений культуры. То есть, чтобы все это работало как часы. И мы видим, насколько благотворно это влияет на нашу республику. Я сам видел те факты, когда, не смотря на обстрел артиллерийский в драматическом театре, шел представление, и зрители оставались на местах. Это вот насколько подвиг, скажем так, работников коммунальных служб, которые убирали город во время обстрелов. И вот где-то можно приравнять этот подвиг работников культуры, которые продолжали оставаться на своем месте, проводить экскурсии в музеях, проводить театральные представления, работа в библиотеке. То есть, это тоже своего рода подвиг. Это тоже достаточно сильно поднимает настроение дончанам и жителям республики. Поэтому всем работникам культуры спасибо большое, низкий поклон за вашу работу. Я благодарю вас за исчерпывающие ответы и напоминаю нашим телезрителям, кто был у нас в гостях. Это председатель комитета по образованию, науке и культуре Народного совета ДНР Мирослав Руденко, а также заместитель министра культуры ДНР Ольга Кобец. Культурно реализовывайтесь и посещайте культурные мероприятия, которые грядут в ближайшие выходные дни. Это была программа «Путь правды» и я ведущая Оксана Волчонок. Всего доброго!